Всем привет! Сегодня второй день лета. Московская область. Погода у нас очень плохая. Такая, знаете, глубокая осень. 9 градусов тепла, но по ощущениям максимум 5 градусов. Плюс жуткий, просто сильнейший ветер. И третий день не переставая идет дождь. Поэтому покажу вам свои теплицы, что растет. Эта теплица стеклянная. Растут только высокорослые томаты. По периметру закрыта укровным материалом. Плотностью номер 17. Две механические форточки с двух сторон. Они у меня всегда открыты даже в дождь. Они, видите, скошены, поэтому дождь сюда не попадает. И три автоматические форточки. Но они закрыты, потому что холодно. И когда хорошая погода, у меня постоянно еще и открыта дверь. Потому что томаты сырость вообще никак не любят. Высевала я томаты числа 10 марта. Точную запись я посмотрю в тетради. Напишу. А высаживала я их, по-моему, то ли 28, то ли 29 апреля сюда в теплицу. Замульчировано все у меня соломой. Потому что в теплице автоматной обязательно должно быть сухо. Будет влажность, сырость. Это значит будет или фитофтора, или кладоспариоз. Они все подвязаны. Подвязываю натуральным жгутом. Мне это очень удобно. Так, что еще сказать. В томаты все цветут. И практически все уже начали завязывать плоды. Это сорт зеленоплодный. Вот уже с томатиком. Так, это у меня Сан-Марцана сорт. Тоже уже томаты завязались. Они такие коренастые. Это специальный сорт для вяления. У меня на канале есть отличный рецепт вяленых томатов. Очень вкусно получается. Томаты я введу в два стебля. Вот на примере этого. Это голубая красавица. Вот стебель. Один, второй. И каждый стебель я также этим жгутом подвязываю. Второй стебель я введу под самой первой кистью. Вот первая кисть завязалась. Ниже идет второй стебель. Вот я его и оставляю. Некоторые томаты введу в три стебля. Сейчас я вам покажу. Если это позволяет сорт, почему бы и нет. Вот. Раз, два, три. Здесь оставлено три головы. Вот. Каждую веточку я буду подвязывать. Здесь в два стебля введу. Конечно же, посынкую. Периодически подхожу, посынкую. И когда идет посынкование, как раз трогаю куст. Томаты они самоопуляемые, чтобы в пальца попадало и завязывались томатики. Вот так. Здесь у меня растут низкорослые ранние томаты. Это сорт утенок. Вот уже такие помидорчики. Лис курчавый. Но это особенность сорта. Они как раз, они очень быстро начинают зреть. И отдадут урожай. Отсюда все уберется. И будет отлично. Вот тоже томатики. Ранние низкорослые максимум. Вот он. 30 сантиметров в высоту. Несмотря на то, что идет дождь, я теплицы проливаю. В любом случае, просто это происходит реже. Вот я их не поливала неделю. Сегодня полила. В каждой теплице у меня стоит такая 200-литровая бочка. Бочка заполнена водой. Потому что растения молодые еще, так сказать. И я их поливаю такой более теплой водой. Она греется все-таки в теплице. А уже попозже, когда растения будут довольно-таки большие, я полив осуществляю сразу напрямую из колодца. Итак, сегодня я полила. Что добавила? Добавила гумат калия. Это органическое удобрение. Так как уже плоды начали завязываться, я теперь еще и в полив добавляю гумат калия. Это без добавок органического удобрения. И также добавила это фитоспорин. Разбавила в этой бочке. И под каждый куст лью воду именно под куст. Вот в этот приствольный круг. И проливаю. Эта бочка у меня уходит на всю эту теплицу. Здесь чуть влажноватая дорожка. Это просто вода с лейки разлилась. А так у меня здесь все, все прям сухо. Чтобы было в теплице автоматная сухость. Потому что боюсь этих всяких болячек. Иначе если в теплице что-то такое заведется, потом отсюда это не искоренишь. Это надо вытаскивать и грунт, и пользоваться какой-то химией и так далее. Травы, как вы заметили, у меня здесь нет. Во-первых, спасает мульча солома. Это хороший слой. Я еще в середине лета подбавляю солому, потому что вот она как-то перегнивает, уходит. Слой становится меньше. Поэтому в июле я еще сюда соломы этой подбавлю. Грядки я заготавливаю с осени. Использую конский перепревший навоз. И трава здесь какая вылазит, так это овес. Но он очень легко убирается. Я когда, если вырываю траву, ничего никогда не бросаю между рядью. Потому что не вижу в этом вообще никакого смысла. Во-первых, теплица сразу неопрятная становится. И плюс к тому, что если вы сюда в дорожке вырываете эту всю свежую траву, здесь опять-таки от травы этой создается влажность. Получается чертячо. Поэтому все лишнее я из теплицы выношу. Здесь должны расти только томаты, но ничего более. По листу я ничем не обрабатывала. Минеральными удобрениями я не пользуюсь. Просто при высадке я использовала биогумус. Я выращиваю червей. Они производят мне хороший биогумус. Вот я им и пользуюсь. Ну и использую еще, конечно же, зеленые удобрения, которые я готовлю. Но я им сильно не балуюсь, потому что еще раза два я им пролью помидоры, и все, подкормка у меня закончится. Потому что это легкий такой азот, чтобы у меня помидоры не зажировали, не пошло все в листву, я прекращаю эту подкормку. Вот примерно в середине июня все. И буду использовать только гуматкалия, которые как раз-таки необходимы, когда будут уже завязываться и созревать плоды. В этой теплице помидоры созревают все полностью и до конца. Я никогда не срываю бурелы или там с красненка помидоры, только красные, красивые помидоры, полностью созревшие. Просто имея теплицу, и рвать их какими-то только побурелами, это вообще не дело. Ну что по сортам? Здесь вот, допустим, это сорт Южный Загар. Я его веду в два стебля. Он показал себе очень хорошо, когда именно в два стебля ведешь его. Вот первый, второй. Буду на неделе потихоньку уже вторую голову подвязывать. Южный Загар внешне может быть не очень красивый куст, у него такая поникающая листва, но томаты очень красивые и очень вкусные. Высаживаю его уже, наверное, 3 или 4 года выращиваю и уже, конечно же, со своих семян. Этот помидор, помните, розовая сосулька, который у меня поломался. Я его укоренила в воде. И вот смотрите, какое кустище. Вот так. Он уже больше метра. Так. Ну, сорта у меня здесь все подписаны. Вот, допустим, это сорт Сержант Пеппер. Это розово-черный томат с фиолетовыми, то есть, плечиками. Розовое сердечко такое с фиолетовыми плечиками. Очень такой, видите, ровненький кустик. Ну, собственно говоря, тоненький. Это свойственно всем сердцевидным томатам. В общем, сортов здесь у меня больше 20. Поэтому в конце сезона я всегда делаю обзор на все свои сорта. Я в течение лета наблюдаю за развитием каждого сорта томата. Пробую обязательно плоды. Поэтому я высаживаю каждый сорт не менее 3-4 кустов, чтобы наглядно посмотреть, что из себя представляет сорт. Смотрите, вот такие уже малыши-крепыши у меня. Уже на каждом есть томатики. Вот. Эта теплица перечная-огуречная. Она тоже стеклянная, просто поменьше. Стены также закрыты укрытым материалом плотностью номер 17. Есть одно механическое окно и два автоматических. Ну, конечно, в этой теплице у меня все закрыто, так как выращиваются более теплолюбивые растения. Когда высевала рассаду и когда высаживала сюда в теплицу эти культуры, я напишу, я сейчас не вспомню, нужно по тетради смотреть. Грядки также заправлялись здесь с осени, готовились. Обычно мульчирую тоже соломой, но в этом году я решила попробовать и замульчировала конской подстилкой перепревшие. Ну, довольно-таки, знаете, неплохо получается. Травка, конечно, выскакивает, но ничего страшного, с ней очень легко все убирается с этой грядки, все хорошо. Перцы большинство уже все цветут, коронный цветок вот этот я стараюсь убирать. Застопорились немножко в развитии перца, но в принципе они выглядят неплохо. Практически все на бутонах и все цветут. Вот так все выглядит. По периметру я высадила лук на зелень. Здесь же у меня с эмосевом с прошлого года укроп растет. Эта грядка полностью перечная. Здесь тоже грядка под перцами. Все цветут перчики. Вот сейчас будет тепло, и они пойдут, конечно, в рост, и все будет хорошо. Это я базилик, у меня здесь и карамельный, и лимонный, с запахом корицы. Это в рассаде вот стоит горошек у меня. Это стручковая фасоль низкорослая, не могу высадить, потому что дождь и холодно. Хотя горошек я уже практически весь высадила, это у меня в остатках. Вот фасоль никак не могу высадить, очень холодно. Вот так растет у меня все. Видите, все в цветочках. В этих контейнерах, в мягких, высажен по два штуки. Это перец острый. Это мои семена, он такой жгучий маленький перчик, как чили. Это все я буду выносить, на улице будет расти. Вот он уже начинает скоро образовать бутоны. Сейчас бутоны я этот весь перец вынесу, чтобы не переопылился. Ну и там у меня еще два перчика. Это, между прочим, от зрительницы канала. Мы с ней поменялись семенами с Германией. Здесь у меня в мягких контейнерах также растут баклажаны, высаженные по два штуки. Это гибрид Валентина. Это сорт Король Рынка или Король Севера. Надо тоже будет посмотреть по записям. Так, и огурцы. Разные здесь сорта. Вот они. Насчет огурцов. Смотрите, видите, у меня вот такие обожженные листья. Здесь уже все пошли свежие молодые листочки. Вот такие ожоги у меня. Я сейчас расскажу, как это все получилось. Видите? Ожоги. Это уже вот свеженькая листва. Это никакое не заболевание. Вот такое же и на баклажанах. Ожоги. Вот они. Уже листва свежие. Она хорошо идет. Баклажаны уже все. И цветут. И некоторые уже с маленькими баклажанчиками. Где-то я видела, надо найти. Баклажаны пасынкую. Видите? У меня здесь все чисто. Это пасынки убираю до первого цветка полностью. Вот оголяю стебель до первого цветка. Итак, как у меня получились ожоги? Периодически в теплице появляются слизни. И чтобы они не подгрызали растения, я использую горчичный жмых. Поэтому не совершайте мои ошибки, когда будете им пользоваться. Хотя я это прекрасно знала. Я посыпала приствольный круг, что нужно сделать. И какая-то часть жмыха попала на сами листочки растения. Мне нужно было бы струсить его. И все. Но я думаю, сделаю я это вечером. И благополучно забыла. На следующий день вышло яркое солнце. Я уехала на работу. И вот буквально за один день, вот таким образом, от горчичного жмыха сгорают растения. Поэтому, когда будете им пользоваться, ни в коем случае не сыпьте на листья. И плюс солнце, сразу выгорают. Смотрите, каким образом. Зеленая листва. Но здесь уже, видите, свеженький листик лизит. Я сначала расстроилась очень сильно. Приехала с работы вечером. А у меня здесь такая беда. Я прям очень расстроилась. Но ничего, я его смыла водой. Этот жмых. Ну и в принципе, эта листва уйдет. Она отживет свое. А новые листики будут уже хорошие. Видите, страшное дело. У меня вообще шок был. Ну и сейчас еще покажу. Таким образом, листва сгорело и у баклажан. Вот так вот. Чем подкармливаю? Ой, здесь еще у меня не высажен кабачок рассада. Вот, лишь стоит. Осталось два штуки. Остальные кабачки, то есть, и цукини я уже высадила. Не знаю, будет ли толк. Ну, растут в открытом грунте. Так, какой у меня здесь уход за этой теплицей? Здесь у меня влажность. Хорошая влажность. И перцы, и баклажаны, и огурцы любят влажность. Поэтому, так же стоит почка с водой теплой. Проливаю только теплой водой. Стоит здесь удобрение зеленое. Готовлю. Вот буквально завтра я буду проливать зеленым удобрением. И перцы, и огурцы, и баклажаны. Ну, в общем, все. Три ведра ставлю всегда. Оно здесь перегорает. Тоже выделяется углекислый газ. Это тоже очень хорошо влияет на растение. И затем завтра полью зеленым удобрением. Через, там, дня три-четыре пролью гуматом калия. Ну, в принципе, у меня уход весь такой же, как и за томатами. При высадке также я использовала биогумус. Ну, вот, все. Минеральными удобрениями я не пользуюсь. Вот я заметила, у меня уже перчик завязался. Не видела его еще. Вот он. Кустики маленькие, но цветут. Смотрите, сколько здесь бутонов. И уже такая перчинка. Между прочим, по-моему, это коронный цветочек. Не сорванный. Вот так выглядит моя перечная огуречная теплица. Занесла с улицы. Это у меня фуксия. Цвела уже, два цветочка упали. Она, видите, вся на бутонах. Так, это я вырастила из черенков. Смотрите, сколько бутончиков. Я вставлю фотографию, как она цвела. Красивая. Это сорт для Кампанелло. Череночек покупала малюсенький. Так. Вот уже два черенка. У меня это олени. Эрвин сорт. Не цвел еще. Бутонов пока не вижу. Так, и этот сорт. Надо будет в записи посмотреть. Не сложно. Тоже маленький черенок. На ВТНХ покупала. Бутончиков пока нет. В общем, вот так. Три сорта у меня. Здесь фуксия растет. Ну вот, в принципе, все, что хотела, все показала. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока. Продолжение следует...